привет с вами анатолий всегнеев и сегодня мы поговорим о наставничестве и зачем вообще нужен наставник я долго думал как вам это подать и хочу рассказать вам про простые понятные вещи вот я сейчас хожу в спортзал если занимаюсь там пилатесом йогой раньше ходил в спортзал качался и я специально платил деньги за того чтобы у меня был тренер зачем нужен тренер вот это вы просто ходите спортзал просто хоть спортзал сами качаетесь если у вас есть тренер который занимается этим персонально допустим 10 лет с кем будет лучше результат вы сами сам собой либо вы с тренером ответ очевидны если вас есть тренер он всегда сделает лучше почему то что он видит ваши косяки со стороны не может подсказать но самая даже главная вещь не в этом самая главная вещь тренера и наставника в том что он вам занимает чуть-чуть своей веры чуть-чуть своей воли он сюда он говорит «Давай, ты еще можешь, еще один разочек, ну давай, давай». И помогает вам сделать то, что вы бы не сделали. А вы же знаете, что рост идет, неважно в чем, либо в физическом типе, либо в голове, когда тяжело. И очень часто люди сдаются. И если у вас есть наставник, и вам он Богом дан, вы можете просто сказать спасибо Вселенной, а у вас у каждого есть наставник, потому что вы сейчас меня слушаете, и нас вас кто-то сюда привел. Все, что я вам сейчас рекомендую сделать, первое, нужно позвонить своему наставнику, либо написать ему смс-ку, сказать слово благодарности. Спасибо тебе за то, что ты есть. Потому что этот человек, первое, хочет, чтобы вы были успешны. Может быть, он единственный человек даже на земле. Может быть. Так часто бывает в жизни. Второе – это человек, который хочет, чтобы вы были успешны. Искренне хочет. Потому что он заинтересован в этом материально. Наставник в сетевом бизнесе никогда не сделает вам ничего плохого. Почему? Потому что его интерес не в том, чтобы вам было плохо, а в том, чтобы вы стали зарабатывать гораздо больше. Если мы говорим про потребителя, то интерес, чтобы вы получили гораздо лучше и ярче результат. по здоровью. Поэтому наставник – это вообще святой человек, в полном смысле этого слова. Это человек, который заинтересован в том, чтобы у вас по жизни все было хорошо и как можно дольше. Почему? Потому что я хочу получать деньги долго. Следовательно, я хочу, чтобы вы были как можно богаче и как можно здоровее и как можно дольше. Почему? Потому что от этого зависит мой успех. Наставник, он помогает вам пройти минные поля. И очень часто, знаете, мы поступаем так, что мы всегда говорим «да-да-да», «грибы помахали» и пошли делать другое. А потом приходим, он говорит «наставник, что-то мне не получается». Начинаем разбирать и понимаем, что человек делал не то. Поэтому даем вам классную фишку на миллион. Когда вы с человеком поговорили, спросите у него «расскажи просто, как ты меня понял?» Возьмите у него обратную связь. Почему? Потому что часто то, что мы говорим, то, что люди слышат, отличается очень сильно. Испортенный телефон. А когда вам человек дал обратную связь, вы просто понимаете, что он не услышал и как вам можно эту тему развернуть, чтобы показать это, допустим, с другой стороны. И когда вы услышите, что человек повторил то, что вы ему сказали дословно, тогда вы понимаете, что на него дошло правильно. Тогда он сделает меньше косяков. Это уже задача наставника – брать людей обратную связь. Всегда это делайте, не стесняйтесь. Давай, если мы проговорим, что ты уяснил. Событие проходит, вы собрали своих людей. Ребята, а что вы взяли с этого события? Берите обратную связь. Тогда вы будете понимать траекторию. Я всегда новичкам рисую такую интересную диаграмму. Здесь я пишу доходы, здесь я пишу, куда нужно стремиться к цели. Я говорю, вот ты находишься в нолик. Я тебе говорю, что нужно найти эту точку. А у человека есть свой опыт. Пять лет, десять, пятнадцать, двадцать лет в бизнесе. И он с этой точки смотрит на ту точку, куда я показываю. Если два вектора соединить, то вы понимаете, что он уходит в сторону. Почему? Люди не умеют брать стакан, выливать и полностью его постушать, чтобы быть учеником. Ну, кому-то мешает гордыня, гордость. Я такой крутой. Кто-то говорит, что ты молодой, а я уже седовласый и старик, и дюжеумный. Ну, седые волосы никогда не являлись мудростью. Так, на всякий случай, чтобы вы просто понимали. Поэтому наставник – это тот человек, который хочет, чтобы вы были успешны. Наставник – это тот человек, который пройдет вас через все минные поля самым наилучшим способом. Поэтому, если он у вас есть, скажите Богу спасибо. Позвоните к нему, напишите и скажите спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Удачи!